была ли кремниевая жизнь или нет представленные фильме фотографии конечно же не дают исчерпывающего ответа на этот вопрос скажу лишь одно что они порождают еще больше вопросов чем было до этого может быть это причуды ветровой и водной эрозии а может быть это что многие сейчас думают окаменевшие кремниевые животные и растения канал web рассказ опубликовал такие вот свои фильмы первый на земле лесов нет и второй откуда столько непрерывной воды сбор водопады от пули снегопада в этих фильмах автор дал много пищи для размышления искателям рассматривая шестигранную форму горных пород из которых сложены столовые горы а также каменные глыбы похожие на структуру обгоревших гигантских веток запекшими себя в них гигантскими насекомыми я пришел к выводу что кремниевую биосферу просто сожгли но как всегда это вывод не только мой а еще большого числа исследователей этого вопроса а пепел который остался от сгорания кремниевой биосферы и есть тот самый диоксид кремния который момент пожара засыпал слоями всю планету а ветра постоянно разносили его в атмосфере но не путайте эти события кремниевого пожара были очень давно и не имеют отношения недавно засыпавший первые этажи всех зданий по всему миру глине которую мы с вами часто очень рассматриваем в этой сегодняшней глине конечно же есть часть этого диоксида кремния пепла кремниевой эры но очень давно кто-то подмел весь песок с поверхности планеты а также собрал его и из атмосферы аккуратно превратил в твердый бетон из которого и сложены слоистые горные породы таких вот гор как кавказские и еще многие многие другие по всему миру и все это делалось кем-то очень высокоразвитым перед заселением на нашу планету углеродной формы жизни конечно часть пепла при недавних бомбардировках примерно середины 19 века высвободился из твердого состояния скрепленного в горных породах превратился в тот же порошок и опять начал летать в атмосфере где перемешивался с той самой инопланетной пылью возникший от обломков космического тела взорванного на орбите земли напомню что в тот момент времени в середине 19 века с 1843 по 1846 годы был пик падения обломков того самого взорванного на орбите небесного тела на поверхность нашей планеты и все это привнесенное вещество инопланетное делилось в принципе на три формы это были крупные осколки обгоревшие верхних слоях атмосферы это был песок более тяжелый и рассыпающийся фактически под траектории падения этого облака обломков а третий был продукт мелкофракционная пыль которая разносилась ветрами по всей атмосфере вот тогда-то в нее и попадали небольшие вкрапления того самого кремниевого пепла сам процесс образования глины я очень хорошо показал в своем фильме тайна глины засыпавший городах а сам же диоксид кремния из которого состоят слоеные горные породы по всему миру как я уже говорил рассмотрен в моих фильмах пепел кремниевой эры он и есть тот самый продукт сгоревший кремниевой биосферой той самой кремниевой формы жизни а та самая кремниевая форма жизни по моему мнению никак не могла сосуществовать совместно с углеродной представьте какое давление на поверхности планеты позволяла кремниевым животным и растениям иметь эластичность эти окаменевшие слоны и грибы и даже люди затвердели именно из-за потери давления а кремниевые микроорганизмы отвечающие за процесс разложения трупов тоже наверное стали камнями однозначно получается что кремниевая и углеродная форма жизни вместе сосуществовать не могли в принципе даже физическое взаимодействие между двумя этими видами было скорее всего невозможно при высоте кремниевых деревьев судя по тем же пням которые мы теперь знаем как столовые горы разбросанным по всему миру сама же это высота деревьев было несколько десятков километров представьте толщину атмосферы которой росло такое дерево это не сегодняшний 10 тысяч метров фактически до тропопаузы где есть самая плотная атмосфера дальше уже идет совсем низкое давление вот тогда скорее всего тропопауза была на высоте гораздо больше высоты этих деревьев то есть примерно 100 километров деревья а тропопауза однозначно находилась на высоте гораздо выше пусть даже на высоте 200 километров но я думаю все-таки она была за 1000 а за тысячу километров высоты тропопаузы по сравнению с сегодняшними 10. Давление было по прямой зависимости больше ровно в 100 раз. Но конечно здесь зависимость не прямая и скорее всего давление было еще больше. А самое важное в этом вопросе, что состав той прежней кремниевой атмосферы был наверное совсем другой. Какие газы в ней преобладали сейчас сказать достаточно трудно. Но кислород был однозначно. При сгорании все-таки получился диоксид кремния. Кислород соединился с молекулами кремния, значит он присутствовал в атмосфере в очень большом количестве. Но какие газы были еще, сейчас сказать очень трудно. И еще про воду. Была ли на поверхности нашей планеты вода в том виде, который мы ее знаем сегодня? Я думаю, что жидкостью при таком огромном давлении на поверхности Земли мог быть любой другой газ, который при таком огромном давлении просто находился в жидком состоянии. А вот сегодняшняя вода при этом же давлении 100 атмосфер скорее всего перешла бы в твердое состояние. Конкретного ответа на этот вопрос нигде в физических учебниках найти не удалось. Но я думаю, кто-то из зрителей все-таки до этого докопается. В любом случае, все вышесказанное говорит лишь о несовместимости двух рассмотренных нами форм жизни. Хотя сегодня многие исследователи настаивают именно на смешанной форме кремниево-углеродной. Но мое мнение совершенно не такое. Остается очень важный вопрос. Наши предки, заселившие Землю углеродной формой жизни много тысяч лет назад, специально ли уничтожили эту кремниевую планету для того, чтобы освободить пространство для собственного заселения? Они ли сожгли всю кремниевую биосферу и поменяли состав атмосферы? Словом, они ли уничтожили тот другой мир? Я все-таки верю в наших предков, как высокоразвитых и высокодуховных существ. Не могли они, живя по законам вселенной, уничтожить в угоду себе целый мир? Кто изучает ведические учения, меня в этом вопросе, конечно же, поддержат. По моему мнению, они пришли в уже погибший мир. Мир хаоса, сгоревшей кремниевой планеты. И навели порядок, конечно же, для собственного заселения. Они собрали кремниевый пепел, очистив атмосферу, запустили механизм воспроизводства воздуха и воды, но все это, конечно, пока гипотезы. А вот фотографии кремниевых грибов, слонов, змей, людей, улиток – это факт. Все картинки, которые я показываю в своем фильме, мною взяты у наших немецких коллег из их фильма «Das End» с такого же немецкого канала «Fazilin der Güter». Ссылки на него я дам под видео. А прислал мне этот материал зритель моего канала по имени Иван. Единственное, что я о нем знаю, он живет в Германии. Ну и в заключении этому фильму добавлю только одно. Наши предки убрали этот кремниевый пепел из атмосферы способом стратификации. Эту гипотезу подсказал мне Алексей Кунгуров. Так что не миллионы бетонщиков заливали ровные слои нынешних горных пород, а действовал какой-то глобальный механизм, находящийся в атмосфере Земли. Как он выглядел и как действовал, сейчас предположить достаточно сложно. Но то, что прежний мир наших предков, осваивавших эту планету, был намного выше нашего, я думаю, ни у кого из зрителей споров не вызывает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА